так юрмала выглядела 29 июля предыдущим вечером на латвию обрушилась самая сильная летняя буря за всю историю метеонаблюдений спустя месяц мы решили проехать через юрмалу и посмотреть как город справляется с последствиями разрушительной непогоды ну вот мы въехали в юрмалу это один из самых протяженных городов латвии он растягивается по всему побережью рижского залива например на 30 километров и посмотрим проедем по одной из главных автомобильных артерий этого города первую остановку делаем в районе булдури где живет морской геолог константин рангс ему мы хотим задать простой вопрос почему именно по юрмальскому побережью буря ударила сильнее всего это же вот например известная вещь когда вот там где торнадо часто здесь стоит дом ты в этом доме даже катки на балконе не упали а вот здесь дома нет вообще буду сдуло все до фундамента вот почему произошло именно так шквалы всевозможные это все имеет значение вот например в юрмале в каугуре не думается что имело значение что там стояли девятиэтажные дома такой длинной лентой и вполне возможно там сформировался какой-то вихрь завихрение завихрение увеличение скорости увеличение скорости значит увеличение силы которая все эти две деревья и нагнула к необычным погодным явлениям жителям латвии нужно привыкать считает константин и приспосабливать к этому инфраструктуру это результат изменения климата сейчас проезжаем центральную часть юрмалы туристические можно сказать район это станции дзинтери маэри концертный зал дзинтери где проходит много концертов раньше проходил фестиваль новая волна здесь поваленных деревьев не так много практически не видно основной удар бури пришелся на дальние районы юрмалы вот сейчас мы в них отправимся проспект асару 55 это кадры которыми жители дома делились в общем чате жильцов подземную стоянку затопило вместе с припаркованными там автомобилями некоторые стоимостью более 100 тысяч евро не не и михаилу повезло на стоянке у них были только велосипеды вот можете крупным планом цепь ржавая то есть вот сейчас будем испытывать полностью в воде ну естественно там пришлось что-то выбросить потому что то что было влажное люди своими силами откачивали воду покупали сами насосы то есть предстоят такие большие траты после этого здесь все это просыхало потом приглашали механическую уборку потом приглашали людей которые здесь все обеззараживали потому что возможно были тут уже какие-то бактерии скорее всего но вот это вот все было затоплено все машины были практически под крышу последствия разрушительной бури вызвали критику в адрес юрмальской думы вообще готовности города к этому катаклизму оппозиция муниципалитета уже предложила возместить жителям города ущерб вызваны якобы плохо подготовленной системой мелиорации в этом городе а также платить услуги арбористов то есть те кто убирает поваленные деревья встретиться с мэром юрмалы вживую нам не удалось ответы на вопросы мы получили в письменном виде по примерным подсчетам в результате бури в юрмале было сломано 15 тысяч деревьев муниципалитет продолжает принимать и обрабатывать сообщения от жителей в настоящее время на государственном уровне оценивается возможность ввести механизм компенсации если стихийные бедствия нанесли ущерб частной собственности жителей и инфраструктуре муниципалитета добираемся до каугури этот район юрмалы больше всего пострадал от бури вот так выглядит каугурский парк сейчас он был открыт совсем недавно всего два года назад и здесь по-прежнему спустя месяц почти месяц после бури лежат поваленные деревья происходит их уборка мы видим что пострадала много инфраструктуры например вон там дерево упало прямо на вот эту небольшую эстраду ну страшно ну страшно у меня сосед слышал даже как земля тряслась когда вот эти деревья падали у одного вообще какая-то дорогая машина украинец молодой парень у него упала прямо плашами я упала плашами я упала плашами виски нафи бедема окшал а уденцев разозлась екшал по логеям ага а у вас ипасшем снецет старп сетки не рекомендика 10 центрометра но я вижу эти деревья как спички ламаются а страшно было а миша квартиру залило здесь. Швы там не заделаны до конца. Здесь. И ветер большой, и дождь сильный. И залило мне ковер. Кухню залило. Мне жалобу написали, конечно, в Думу, чтобы они что-то сделали там. Почти не до конца швы заделали. Ну, йоги-пакай, ну... Наш роуд-трип окончен. По подсчетам Юрмальской Думы от бури пострадало 80% города. Ущерб составляет не менее 11 миллионов евро. Не считая частной собственности. Андрей Лешкевич, Даниил Жилинский. Настоящее время Балтия.